Это футбольный мяч. Наверное, половина народу что-то подобное видела в интернете. Но, тем не менее, начнем мы именно с него. Значит, что здесь математического? Только не говори сразу, если ты знаешь, не спойль сразу ответ. Скажи просто, что там математического. Да, здесь н-угольники в качестве лоскутков. Значит, сколько-то здесь, если его рассмотреть внимательно, будет несколько лоскутков шестиугольных и несколько лоскутков пятиугольных. Давайте пока не будем заострять вопрос на том, сколько. А проведем следующий мысленный эксперимент. Возьмем нож и разрежем его. Такое вандалистическое действие. Представьте себе, что ваша команда проиграла где-нибудь, да, в каком дерби принципиальном. И вы в ярости схватили нож и раскромсали ваш футбольный мяч. И сказали, что больше никогда не будете интересоваться футболом. Вот, еще ваши три друга то же самое сделали. И на столе возникло сколько-то, ну, вот таких заплаточек, да. Остались заплаточки. От четырех футбольных мячей осталось много-много заплаточек. А потом вы слегка пришли в себя, решили, что это был акт, ну, такой, на эмоциях, на нервах. И надо обратно сшить. Решили сшить один футбольный мяч. Один, но очень большой. Какого размера будет этот футбольный мяч? Это первый вопрос. По радиусу. Смелее. Было четыре футбольных мяча. Я сшил один, да. Можно вывести. Если у вас через площадь. Через площадь, да. Значит, площадь увеличилась четырежды у поверхности футбольного мяча. Во сколько раз увеличился радиус? Два раза. Да, значит, первый приближенный ответ в том, что вы сошьете из этого футбольный мяч вдвое больше, чем те, которые были четыре. Но вот теперь я вам открою некоторый секрет, состоящий в том, что сделать это не получится. А именно, где-то ближе к концу у вас начнут вырастать очень странные рога во все стороны. Какие-то непонятные рога. И он никак не будет сшиваться. То есть, будет какая-то, вот такая, так сказать, какой-то, ну, может быть, полукруговой, да, объект. А вот эти вот будут туда торчать, туда пытаться их пересечь каким-то образом, что-то такое происходить странное. В общем, у вас не получится сшить четыре футбольных мяча категорически. Часть этих заплат так и останутся лежать. Когда вы все-таки поставите цель сделать большой футбольный мяч, вы его сделаете. Но у вас некоторое количество заплат так и останется лежать на столе. Сейчас мы будем разбираться, почему, в чем загвоздка и что за математические законы запрещают вам сшить из четырех футбольных мячей один. Хотя, казалось бы, что тут такого. Ну вот, значит, эта история начинается с Эйлера. Сейчас мы напишем слово Эйлер несколькими милами и посмотрим, каким лучше всего. Видимо, белым, да? А может, красным? На зеленой доске лучше всего пишет белый, да, цвет? Ну ладно, пусть будет белый, да? Так, так вот, ага, отлично. Отличная история. Белый цвет сразу же сломался. Так вот, Эйлер, он заметил некоторую странную закономерность. Казалось бы, ее должны были заметить в очень древней какой-нибудь, в древнем мире, не знаю, в древней Греции или еще раньше. Но, скажем так, до нас не дошли об этом сведения. А вот Эйлер ее заметил и выявил, и доказал. Ну, давайте эту закономерность сейчас изучать. В принципе, то, что вы видите, вот этот футбольный мяч, по сути, это некоторый многогранник. Вы согласны со мной, да? Это просто многогранник, который надут иглой. Но, в принципе, многогранники бывают и другие. Вообще говоря, можно было бы взять заплатки из очень такой резины, которую легко надувать. Из очень легко, как бы сказать, гнущейся резины, меняющей форму. И я бы мог надуть вот просто обычный, взять вот такую обычную пирамиду и тоже надуть. У меня тоже будет футбольный мяч, на самом деле, если так представить себе. Это называется мышление тополога. Что такое мышление тополога? Это когда я меняю форму без разрезаний, без склеиваний, то я, на самом деле, объекта не меняю с точки зрения топологии. То есть, с точки зрения топологии, что тетраэдр, что куб, это все абсолютно одно и то же. Так, на этой стороне доски не пишет и вовсе ничего. Ну, ладно, будем допридумывать до этих объектов, потому что вы их все равно видели много раз. Вот. Так вот, с точки зрения тополога, это все просто то же самое, что футбольный мяч. Ну, давайте теперь изучим их комбинаторные характеристики. Что это такое? Комбинаторные характеристики. Это количество вершин, рёбер и граней. Ну, вот, например, здесь сколько вершин? Рёбер. А граней? Четыре. Так, а вот тут как ситуация устроена? Вершин восемь. Так, ладно, я понял. Так, сколько рёбер? Двенадцать. Грани шесть. Грани шесть. Ага. Так. Дальше. Какие еще вы фигуры знаете? Ну, давайте рассмотрим какую-нибудь пирамидку, да? Такую вот много-много внизу, чтобы было. Вот, вот, скажем, это, ведем параметр, параметр. Пусть это н-угольник внизу, а это еще вершина, и вот это такая будет н-угольная пирамида. Тогда сколько будет здесь у нас? Значит, давайте все посчитаем. Вот у меня идут эти боковые, да, рёбра. Они соединяют вершину, висящую вверху, со всеми вершинами лежащего на земле ногоугольника. Сколько у меня здесь вершин? Через n как-нибудь выразить. n плюс один. Так, сколько у меня рёбер? Два n. Отлично, два n. Правильно. n плюс один. n это которые боковые? Да? Но еще внизу это заплаточка, да? То есть, смотрите, теперь мы что делаем? Нет-нет, боковых-то n. Это же n-угольник. Да, боковых n и внизу одна. Теперь мы составляем выражение, которое называется Эйлерово характеристика. А именно мы пишем v минус r плюс g. 6 минус 4 минус 6 плюс 4. Это что? Два. 8 минус 12 плюс 6. Так. n плюс 1 минус 2 плюс n плюс 1. Простите, я не туда. Да, сейчас. Правильно, это же рёбра, да? Рёбра-то 2 n. А, мне говорили, я не понял, что мне говорят. Тут двойка стояла, нужно 2 n. Да. И вот теперь опять 2. Ну вот, вот такая вот фантастическая получается ситуация. Возьмите любой из этих многогранников, а ещё вот есть из знаменитых, ещё есть два, три даже. Они называются октайдер, экосайдер и додекайдер. Додекайдер – это 12 пятиугольных грани, экосайдер – 20 треугольников. Это такие знаменитые платоновские тела, а про них там целая история есть. Но сегодня речь будет не про них. Суть в том, что если вы возьмёте любое из оставшихся трёх платоновских тел и сделаете с ним, проведёте с ним ровно тот же самый обсчёт, то есть вы посчитаете количество вершин, количество рёбер и количество граней, то как по мановению волшебной палочки у вас в ответе опять возникнет число 2. Так вот, сейчас я вам докажу, что так будет всегда, если многогранник топологически представляет собой футбольный мяч. То есть если после вставления иглы и надувания иглой его, он превращается в шарик, а не во что бы то ни было другое. А что же может быть ещё другое? Ну давайте потом обсудим, что может быть другое, хорошо? А пока будем считать, что это вот такой многогранник, который первое, что приходит в голову, в то и надувается, то есть в мяч. Итак, теорема заключается в том, теорема Эйлера, она заключается в том, что v минус r плюс g всегда будет равно 2 для любого многогранника, который раздувается в футбольный мяч. Значит, я сейчас буду её доказывать следующим образом. Я детали, детали этого доказательства я, ну так, немножко под ковёр как бы, занесу под ковёр, короче. Вот. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы каждая грань была настоящим многоугольником, не дырявым изнутри, а именно такой заплаточкой, которая вырезана, ну из какой-то ткани, да, например. Вот, то есть n-угольник, чтобы здесь были n-угольники какие-то, треугольники, четырёхугольники, пятиугольники, шестиугольники, сколько хотите угольники, но именно чтобы это, нигде в них не было никаких дыр. То есть вот мы и склеили из нормальных таких листиков. Ну и поехали. Значит, что я сейчас буду делать для доказательства этой формулы? Я буду эту картинку, которая у меня представляет комбинаторные данные нашего многоугольника, упрощать шаг за шагом, привлекая наше с вами воображение к этому. Упрощать картинку. То есть я буду стирать некоторые из комбинаторных объектов и смотреть, к чему в результате мы постепенно придём, когда мы будем картинку упрощать. И самое главное, что будет подмечено, это что при упрощении картинки у меня не будет меняться вот это вот число v минус r плюс g. Смотрите, какая интересная логика рассуждений. В школе учат нескольким приёмам доказательства. Ну, базовый приём доказательства для школы — это приём доказательства от противного. В геометрии часто употребляется, да, там, ну и в других разделах. Это доказательства от противного, от противоположного, да. То есть вы предполагаете, что то, что вы хотите доказать неверно, начинаете рассуждать, логически, непротиворечиво рассуждать, включив неверность доказываемого вами утверждения, да, в набор того, на чём вы можете строить ваше рассуждение. И в конце концов приходите к математическому противоречию. И говорите, так как всё остальное несомненно и безупречно, то к противоречию мог привести только этот факт, который мы вот, так сказать, предположили, что мы предположили, что факт неверен, и это привело к противоречию. Значит, факт верен. Это уже аристотевая логика, да, что третьего не дано, либо факт, либо его отрицание, ну и всё. Но на самом деле есть много других очень красивых приёмов. В мат-школах всегда учат доказательства по индукции. Знаете, да, такой приём? Доказательства по индукции относятся к серии утверждений. И вы как бы для каждого натурального n всё более сложное утверждение, всё старше n, сложнее утверждение, и вы переходите от n к n плюс 1 с помощью логических переходов. Если бы было верно n, то будет верно и n плюс 1. И если вы это умеете делать, осталось только проверить, что в случае n равно 1 или n равно 2, с какого момента рассуждение имеет смысл. Просто непосредственно его продемонстрировать, и тогда по цепочке мы выведем для всех n. А вот это третий очень важный способ доказательства, который применяется в высокой математике часто. Называется доказательство путём введения инварианта. Путём обнаружения чего-то, что не меняется при допустимых преобразованиях. И заодно вы показываете, что допустимыми преобразованиями можно картинки... Мел ещё, да? Ну да, но проблема тут с доской, а не с мелом на самом деле. Она как-то это самое... Она фиговая очень. Ну ладно, неважно. Вот. Значит, смотрите. Я сейчас буду делать следующее. Я буду удалять вершины. Удалять. То есть, например, берём вот эту вершину и её убираем, стираем с доски. От этого выражения v минус r плюс g меняется на единицу вниз число вершин. Правда? А что происходит с ребрами, с их количеством? Ну, мне вместе с вершиной придётся удалить. Да, в данном случае минус 4, а в общем минус там n сколько отсюда торчит. Ну, давайте минус 4 здесь было. Так. Вот. Минус 4. А что происходит с гранями? 3. 4 исчезла, но родилась новая. Это как, знаете, как... Вот эти вот территории решили объединиться. Вот эти территории, да? Мой друг преподает в Англии. Он в 2014 году сказал, сейчас я докажу это утверждение методом аннексий. И провёл рассуждение соответствующее в полной гробовой тишине оно прошло. Вот. Короче говоря, здесь минус 3. И у нас получается вот такое вот выражение, да? Это изменение в минус r плюс g. Изменение выражения в минус r плюс g. Чему оно равно? Нулю. То есть, дельта в минус r плюс g, как часто пишут, изменение равно этому, вот этому равно нулю. То есть, это значит, что придуманная эйлером характеристика. Она у меня осталась такой же, а картинка уже несколько упрощена. У меня вместо какой-то сложной картины более простая. Я эти грани слил. Ну, давайте продолжим это делать. Вот, например, в эту сотрём вместе с выходящими из неё. У нас получится ещё больше вот такая вот территория, да? Вот. Но помним о том, что мы должны следить, чтобы все территории были заплаточками. То есть, мы не можем всё просто стереть, потому что вся сфера целиком, это не заплатка, лежащая на земле. Вот. Соответственно, мы должны отслеживать, чтобы картинка не упростилась слишком уж далеко. Вот давайте поймём, до какой картинки мы способны упростить путём вот таких вот стираний, объединений территорий в большие, до какой картинки мы способны упростить любую картинку, рассмотренную, нарисованную на поверхности сферы или на поверхности меча. Вот кто предложит какую-нибудь такую картинку, из которой всё сразу уже будет понятно. Вот я тут вот начинаю, продолжаю, да? Стираю, 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 стираю. Вот у меня растёт эта территория, да? Она всё ещё заплатка. Что надо сделать теперь? Теперь напомню, что на самом деле это всё ту сторону. Это что ещё такое? О, а сотрётся? Да. Ну, если сотрётся, то да. Класс. Вот так. Ну вот с той стороны, тут можешь себе представить, что с той стороны некто тоже начинает этот процесс. И он стирает оттуда тоже картинку, упрощает, 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 упрощает. И что же получается? Так, сейчас мы посмотрим на самом деле, он стирается или нет. Проверим. Сейчас проверим. Он с той стороны что-то стирает, там тоже… О, отлично. Идеально. Он стирает, мы стираем, он стирает, мы стираем. Смотрите, вот теперь я обращаюсь к вашей пространственной интуиции, к вашему воображению. Что у меня осталось? У меня осталось две территории на глобусе с двух сторон от одного и того же многоугольника. То есть, если я на обычной доске нарисую многоугольник, то у него как бы есть одна грань. То, что вне… Ну, мы вроде как не считаем гранью, она бесконечна, да? Но на сфере никто нам не мешает считать все остальное тоже гранью. Это уже все резиновое. Мы берем это и кладем насильно на плоскость. У меня две заплаты, две. И у них одна общая граница. Сколько в границе будет вершин? Ну, n. А сколько ребер? n, потому что у любого многоугольника, да? У любого плоского многоугольника количество вершин и ребер одинаковое. Правильно? А грани? Понятно теперь все, да? v-r-g равно 2. Все. Значит, это означает, что в конце этого процесса возникла ситуация с очевиднейшим значением выражения v-r-g. С очевиднейшим, равным 2. Но, когда мы меняли картинку, упрощая ее, Мы очевидным образом, мы уже видели, что это выражение не менялось, а значит, понимаете, да, логика, значит, оно и вначале должно было быть равно двум, ничему другому. Вот и все. Теорема доказана. Любую картинку можно упростить до такой, в которой очевидно это равно двум. А значит, любой многогранник, который нарисован на сфере, обладает Эйлеровой характеристикой, равной двум. Ну, это потрясающе, что об этом как бы полностью, ну, полностью осознали этот результат, вот буквально два века с половиной назад, буквально. То есть это вот Эйлер. Ну, либо мы что-то не знаем про древнюю математику, что тоже, в принципе, вполне возможно. То и дело, открываются какие-то вещи при прочтении. Вот там Изабелла Башмакова изучала труды диафанта, довольно много интересного выяснила, в 20 веке было. Вот. Так вот, сейчас мы с этой формулой немножко поиграем. На самом деле у нас будет три направления, в которых мы будем ее использовать. Первое направление состоит в том, что мы вернемся к футбольному мячу. И поймем, какое у него устройство и какие там математические ограничения на количество заплаток. Это первое. Второе. Я расскажу вам про удивительные многогранники, которых вы никогда не видали. Если только не будете смотреть вот туда вот, иначе вы его сразу там увидите. И третье. Я расскажу, при чем здесь теорема Планкаре-Перельмана. Вот наш план действий. Поехали. Начнем с футбольного мяча, да? Итак, футбольный мяч состоит из какого-то количества пятиугольных и какого-то количества шестиугольных заплат. Что легко увидеть. Ну и принять это как бы за факт, да? Что мы вот футбольные мячи разрезали, в которых сколько-то вот таких и сколько-то вот таких. Я пока не знаю сколько. Но видно, что в каждой вершине сходятся ровно три, да и как иначе сошьешь, да? У них углы тупые у всех. Вот. То есть мы знаем, что в каждой вершине сходятся три заплатки, а каждое ребро на мяче соответствует двум граням с двух сторон, правда? То есть у нас такая получается комбинаторный набор данных, что у нас около вершины есть три заплаточки в разные стороны. И около любого ребра с двух сторон по одной заплатке. Давайте это запомним и попробуем теперь записать количество вершин, рёбер и граней для нашего футбольного мяча, где x пятиугольных и y шестиугольных заплат. Ну, прежде всего вершин. Как можно посчитать количество вершин? Ну-ка. Пять х это у этих, да? Шесть у этих. Умножить ли? Поделить на три, а не умножить. Но идея правильная. Дело в том, что мы сейчас посчитали вершины у всех заплат уже разрезанного на куски футбольного мяча. Это значит, что каждая вершина расстроилась, не расстроилась, что её обидели чем-то, она расстроилась, да? А расстроилась с одной s. Она была вершиной общей, а её раз тянули на части, она стала тремя вершинами. И теперь каждая вершина стала тремя вершинами, и в сумме их стало, соответственно, в три раза больше. Но мы хотим исходное, а исходное, соответственно, нужно поделить на две. С ребрами ещё проще? Делить на два то же самое, да? Каждое ребро присутствует вот в этом количестве, когда я разрезал, а в исходном, соответственно, пополам. А граней? Ну да, тут уж совсем очевидно, x плюс y. Так вот, значит, из этого следует, что v минус r плюс g, которое, напоминаю, равно двум, по только что доказанной теореме. Оно должно быть равно, давайте запишем это здесь, оно равно, давайте, знаете, что я сейчас сделаю? Я здесь введу обозначение z, вот такое z, это 5x плюс 6y, ну, просто, как бы, будет немножко удобнее. Вот такое введём, и тогда v минус r плюс g, это z на 3, да, минус, сколько? z на 2, да, ну и плюс x и y. Так, ну, смотрите, любое число, так, а как тут надо, наверное, его, о, отлично, он выползает. z на 3 минус z на 2, это что? z на 6. Со знаком минус, да? Так, а теперь мы можем вполне вспомнить, что такое z. И написать, что это 5x плюс 6y на 6 со знаком минус, правильно? Плюс x плюс y. Что это? Внимание! Это сколько-то просто x-ов, потому что y ушли, они сократились совсем. Они в этой формуле умирают. Никакого условия на y здесь вывести нельзя, потому что 6y на 6 это минус y, и мы прибавляем y. Но это же прекрасно, потому что в результате одно уравнение с одним переменным. То есть оказывается, что мы выводим формулу числа пятиугольников в футбольном мяче. Как бы это может быть? Как может быть формула, которая регламентирует такую странную величину, как число пятиугольников? Казалось бы, что сколько хочу, столько и вставляю. А вот нет! Нельзя это сделать по приказу. Здесь математическая невозможность. Математическая невозможность связана с тем, что никакой x, кроме решения вот этого уравнения, не может служить числом пятиугольных заплаток футбольного мяча. Чему равно x? Уже выявили, естественно, да, 12. Итак, теорема Эйлера влечет потрясающий результат. Любой футбольный мяч, который сшит из 6 из пятиугольных заплат, содержит ровно 12 пятиугольных заплат. Вот прям не меньше и не больше. Не 0, не 6, не 11, не 13. Он содержит ровно 12. Поэтому, когда вы 4 мяча разрежете, и вы пытаетесь снова сделать мяч, на самом деле вам придется выкинуть 36 из 48 пятиугольных заплат. В новом огромном мяче снова будет ровно 12 пятиугольных заплат. А шестиугольных будет гораздо больше, и на них никаких ограничений нет. Это отдельный вопрос, как там их сшивать. Более хитрый, кстати, вопрос. Но, тем не менее, вот суть в том, что использовать все 12-угольники никак не выйдет. А нужно будет использовать снова их ровно 12. Итак, в любом футбольном мяче 12 шестиугольников. Ну и каждый из вас может убедиться в этом потом после лекции, посмотрев на этот или дома у себя, взяв обычный мяч и посчитав, что там действительно их 12. Так, это первое. Но это не последнее. Это не последнее. Это первое из трех. Второе. Это сейчас будет про удивительные многогранники. Значит, смотрите, я хочу начать с того, что кроме сферы существуют еще объекты двумерные, такие типа поверхности, которые совершенно иначе устроены, и которые сферу превратить невозможно. Как ни крути, только если разрезать и склеивать. А именно, если вы когда-нибудь ездили на машине, вот я иногда езжу на машине, правда, своей машины у меня нет, я не собираюсь ее заводить, но иногда на такси или на машинах знакомых. В общем, у кого, кто видел в жизни машину, видел в жизни, наверное, колесо. А в колесе находится внутри камера. А, кстати, не обязательно на машине ездить, можно на велосипеде. Там тоже камера. Ну, а если кто даже на велосипеде никогда не ездил, вы наверняка ели какой-нибудь бублик, баранку. У баранка это то же самое, да? То есть это объект, у которого есть дырка внутри. Смотри, вот он. Вот я его там как бы нарисовал с какими-то углами, на самом деле никаких углов у него нет. Это гладенький-гладенький объект. И вот Леонард Тейлер, он говорит, вот смотрите, любая картинка, нарисованная здесь, содержит вот это выражение, да, обязательно равное двум. А если я сейчас нарисую картинку здесь, посчитаю и увижу, что там V минус R плюс G не равно двум, вот если так получится, да, то я уже, уже докажу, что я никакими изменениями без разрывов, разрезов и склеек не смогу превратить вот эту вот картинку в эту. Ну, вроде как, люди говорят, ну, это же очевидно, да, ну, как бы и так очевидно, да. Но на самом деле это нам очевидно только потому, что мы живем в трехмерном мире. Представьте себе на секунду, что вы, это такие плоские клещи. Клещи, ну, видели клеща, да, наверное? Кто-то даже, возможно, сталкивался с клещом. По-настоящему так, да? Так вот, вот клещ, да, думающий клещ ползает по этой поверхности. А представьте себе еще, что это вот размеры Земли, то и другое. Как ему понять, где он ползает? Ничего не понятно. Вокруг плоская совершенно поверхность. Искривления где-то очень далеко видны. С самолета чуть-чуть видно, что Земля круглая, чуть-чуть. Но вот так вот с Земли, да. Да, если клещ полетит в космос, он что-нибудь увидит. Но вот если он все-таки вот живет здесь и живет, да, ему трудно понять, где он живет. И вот, так сказать, если они сильно думают, они могут придумать. Они нарисуют картинки, посчитают, проведут рассуждение Эйлера и увидят, что если действительно здесь можно нарисовать картинку с неравным двум вот этим выражением v-r плюс g, то это уже строгое доказательство. Потому что при любом непрерывном преобразовании вот этого в это все комбинаторные характеристики, естественно, остаются неизменными. Количество грани, ребер и вершин не может меняться у картинки. Но если я теперь преобразовал картинку, где v-r плюс g не равно двум, в картинку, где v-r плюс g равно двум, то я очевидным образом пришел к противоречию. Вот эта вот идея Эйлера, она на самом деле продолжилась в науке, которая называется топология. Топология. И когда мы заменили двумерные картины на трехмерные, то мы сразу пришли к гипотезе Планкаре. Но об этом в третьей части. А пока? Пока. Пока давайте поговорим про многогранники, которые раздуваются не в футбольный мяч, а вот в такую конструкцию, которую в математике называют словом тор. А это он называет словом сфера. Ну а так это футбольный мяч, это бублик, да? Так вот, давайте попытаемся нарисовать картинку, которая является тором. Вот я предлагаю сделать так. Берете кубики, обычные детские кубики, и ставите их друг на друга, вот так, стеночкой вот так друг на друга, три кубика, например, вот так, три кубика вот так, три кубика вот так, короче, вы делаете вот такое кольцо из кубиков, центральный выбиваете. Или иными словами, возьмите кубик Рубика, разрежьте ножом его на три слоя. Центральный слой возьмите. Центральный слой кубика Рубика, это вот такое колечко, да? Вот, после чего аккуратно посчитайте количество вершин, где сходятся ребра, да? Грани и ребер. Я не буду сейчас вас с этим парить, каждый из вас может это сам посчитать, а кто ведет маткружки, прям обязательно это посчитайте с вашими ребятами. Думаю, вопрос, а, жарко, да, просто? Ну да. Вот. Так вот, вы получите V минус R плюс G равно нулю, внимание, нулю. Для любой картинки, нарисованной на торе. Вот это ясно, что если я надую, будет как раз вот тот бублик. Ну и, наверное, вы можете уже догадаться, что будет, если у меня картинка устроена вот как нарисованная на вот таком. Минус 2. И дальше продолжается вот эта вот странная последовательность. Это тоже довольно легко проверить, просто приклеив к вот этому еще такое вот из раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, из семи кубиков. Скоба! Из кубиков скоба приставляется вот так к этой. И у вас получается уже с двумя дыжами. Фигура. Очень легко посчитать комбинаторные данные и увидеть, что там каждый раз вычитается двоечка из того, что есть. Вот. И вот теперь мы переносимся в наше время. Будем считать, что мы доказали, что если у соответствующей поверхности N дырок или G, G дырок, G, G дырок, то тогда V минус R плюс G для любой картинки на ней равно 2 минус 2G. И из этой формулы мы сейчас будем исходить при изучении вопроса, который волновал многих математиков. И был окончательно решен в... Короче, он на самом деле еще окончательно не решен. Так, сейчас я... Можно попросить кого-нибудь водичкой смочить тряпочку еще раз? Спасибо огромное. Напротив есть комнатка. Я буду медленно, чтобы успели. Значит, и так. Какие бывают многогранники, у которых каждая грань... Егор, нам нужен такой мел. Это круто, реально. Прям вообще металл. Каждая грань граничит с каждой. Спасибо. Какие бывают многогранники, у которых каждая грань граничит с каждой? Но если вы начнете об этом думать, то у вас возникнет зашоренность, которая связана с вашим жизненным опытом, да? Ваша зашоренность будет вам твердить, что единственный такой многогранник это кто? Тетраэдер, да. Конечно. Но давайте подойдем к делу беспристрастно. Мы жители многомерных миров. Кстати, для жителей многомерных миров гипотеза Пуанкаре, ныне теорема Пуанкаре-Пирельмана, один из самых сложных результатов вообще доказанных человеческой цивилизацией, является очевиднейшим фактом, непосредственно наблюдаемым в их пятимерном пространстве, там, или каком. Просто вот, ну, так это очевидно, да? Так же, как для нас очевидно, что там сферы и тор разные. А для них эта вот гипотеза была бы совершенно очевидной. Но нам нужно строгое доказательство. Мы должны представлять себе, что мы это все как бы не видим, не можем видеть. Так вот, давайте пусть Г это число граней. Скажите, пожалуйста, вопрос на засыпку. Если у многогранника, которого каждая грань граничит с каждой, Г граней, то сколько вершин и рёбер, соответственно, у каждой грани? Ну, грань это многоугольник, поэтому у него вершин и рёбер должно быть одинаковое количество. Вот вопрос какой? Пусть у него Г граней у многогранника, внимание, у которого каждая грань граничит с каждой из других граней. Граничит по ребру. Г-1, конечно, потому что она лично, вот она, она сама. Это первая грань. А все остальные через каждое из рёбер. Вот туда идёт вторая, туда третья, туда четвёртая, пятая, шестая, седьмая. Вот и всё. То есть, на самом деле, если Г число граней, тогда все грани являются г минус 1 угольниками. Так? А теперь упражнение. Сколько тогда в нём вершин и сколько ребер? Грани в нём г. Сколько вершин и сколько ребер? Ну, давайте для простоты прежде всего его разрежем ножом. Разрежем ножом на все грани отдельно. Тогда у меня будет Г граней по Г минус 1 вершине в каждой. Правильно? Ну и по Г минус 1 ребру тоже. Значит, сколько получается у всех этих заплат вместе будет вершин и, соответственно, ребер? А? Да. изначально просто Г на Г минус 1 это сколько будет когда я разрежу. Теперь внимание. Рёбер будет вот столько пополам. Потому что про каждое ребро ясно, что оно ребро ровно двух граней. Осталось понять, что происходит с вершинами. Я утверждаю, что мы здесь тоже можем сказать, что это на Г минус 1 на 3. Потому что попытка свести 4 или более грани в одну вершину приведёт к тому, что противоположные, которые не идут у этой вершины рядом, они уже там, ну где они, они уже в разные стороны уже торчат. В общем, понятно, что они не встретятся никогда. Они не смогут друг с другом граничить. А у нас условие, что каждая с каждой граничит. То есть вот это условие, оно нам гарантирует, что в каждой ровно 3. А сейчас мы увидим, да. Вот. Ну а Г равно Г, что называется, грани ровно Г. У меня получается следующая формула. Во-первых, я не знаю, сколько в нём дырок, пока я пишу В минус Р плюс Г равно 2 минус 2G, где G число дырок. Это во-первых. А во-вторых, я знаю, что В и Р заданы через Г вот этими формулами. Давайте теперь упрощать всё. Я ещё знаю, что количество дырок это целое неотрицательное число, естественно, да. И число грани тоже целое неотрицательное число. Поэтому то, что сейчас я получу, называется диафантово уравнение. Потому что я должен буду некоторые уравнения о двух переменах решить в целых числах. Давайте запишем. Итак, G на G минус 1 на 3 минус G на G минус 1 на 2. Где-то вы уже это сегодня видели, правда? Равно 2 минус 2G. Ну, а это минус это, это всё равно, что со знаком минус, чтобы лишние доски не это самое, да? Со знаком минус это деленное на 6, правильно? 1 треть минус 1 вторая это минус 1 шестая. Так вот, значит, однако минус равно вот этому. Что? Потом, потом, пока не будем даже трогать. Потом всё увидим. Я хочу его просто в целых числах как бы вывести в нормальный многочлен с целыми коэффициентами и всё, будем разбираться. Теперь я умножаю на 6, тупо, и всё, просто умножаю на 6. Получается здесь плюс 6G, здесь просто минус это выражение, здесь плюс 6G равно 12 минус 2 на, о, как легко двойку умножить на 6. Вот, то есть 12 на 1 минус G. Иными словами, это ещё упрощается, да, это минус G квадрат плюс G плюс 6G. Правильно? Минус G квадрат плюс G плюс 6G, оно же 7G минус G квадрат. Правильно? То есть получается следующее уравнение, на самом деле, которое нам надо решать. G на 7 минус G равно 12 на 1 минус G. Это уравнение регламентирует 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 не какими-нибудь там органами государственной власти, а математически, то есть строго и навсегда регламентирует эти значения переменных. Никаких многогранников, у которых бы каждая грань граничила с каждой и не удовлетворялась бы эта формула, не существует. ни в каком. Математика отвечает за все миры. Итого, что мы можем в первую очередь заметить? Что у нас есть разные случаи. Есть принципиальный случай, что справа как бы положительная величина и принципиально, что она отрицательная, ну и еще налевая. Ну, если она положительная, она может быть только в одном случае, если дырок нет. Если дырок нет, то речь идет о сфере, о сферических многогранниках, обычных наших, которых вы в первую очередь и представляли себе, когда мы про это говорили. И для сферических у меня получается такая формула g на 7 минус g равно 12. Ой, он... Так, простите, пожалуйста, а есть еще один такой колорандашик, потому что у этого выпал пишущий орган. выпал, сломался. Ну, сейчас некоторое время наверное еще попишется. Вот, значит, это равно 12, правильно? g на 7 минус g равно 12. Какие решения в целых числах? 3 и 4, да? Но трехгранник это что-то странное. Сложно представить себе плоский трехгранник, хотя на самом деле не плоский представить себе можно. Не плоский, такой, знаете, как... Если вы математик, вы считаете, что вы на самом деле даже привели некий пример, кроме тетрайдера, а именно вы взяли землю нашу, взяли северный и южный полюс и в ней сверстали 3 меридиана, вот идущих вот так по 120 градусов, да, такие лунки у вас, двугранники, 3 двугранника тоже удовлетворяют условия задачи, но многогранником все-таки это вот не является, поэтому я это стираю, остается ровно одно решение, отсюда g равно 4, ну типа да, да, в разные стороны вот так пошли, g равно 4 и это тетраэдер, обычный тетраэдер, тетраэдер, и действительно каждая грань граничит с каждой, вот он, выглядит вот так, и это все, что можно сказать про сфера, больше на сфере ничего такого не видят, то есть сферических многогранников, в которых каждая грань граничит с каждой, строго доказано, что это только сфера, ой, или только тетраэдер, Да, но дальше начинается самое интересное. Пусть g равно единице, то есть речь идет о торе, о колесе. Какое тогда получается уравнение? g на 7 минус g равно нулю, то есть g равно 7. Итак, якобы существует 7-гранник из 6-ти угольных граней, где каждая грань граничит с каждой. Понимаете, каждая с каждой. Значит так, до 1976, кажется, года, в общем, на момент моего рождения, утверждение о его существовании и несуществовании было открытым математическим вопросом. Однако, вот в этом 1976 или 1977 году Лайо, по-моему, Силаши, Силаши точно, имя не помню, придумал вот этот многогранник, который там изображен на этом стенде. Посмотрите внимательно, если вы не можете здесь ничего разглядеть, то наберите многогранник Силаши в интернете и выпадет вам совершенно фантастическая фигура, которая до последнего времени самая большая была в Австралии. Но мы в Майкопе построили больше на 10 см, чем в Австралии, и некоторое время самый большой в мире многогранник Силаши присутствовал в математическом музее под открытым небом в городе Майкоп в Кавказском математическом центре, который я тоже представляю. Вот, сейчас не знаю, может быть какой-нибудь Зураб Церетели уже построил 200-метровый многогранник Силаши, но мне про это ничего неизвестно. Я не знаю. Ну понятно, что дальше будет это вот, наверняка будет, если как бы математика займет все умы, то все будут соревноваться, а кто построит еще больше многогранник Силаши, да? Ну а мы двинем дальше. Я всем советую залезть и посмотреть внимательно, как там реально каждая грань натурально граничит с каждой. Каждая из граней с остальными шестью ровно через ребро, и внутри дырка одна. Это вот та самая дырка, которая при надувании станет, понятно, будет машинное колесо. Он весь ломаный, он угловатый, ужасный вообще, точнее прекрасный. Это супер многогранник. Многогранник Силаши. А мы движемся дальше. Сколько у меня времени, товарищи организаторы? Отлично. Смотрите, если мы движемся дальше, то G надо переворачивать, потому что если оно больше единицы, то я лучше положительных запишу, да? Чтобы было положительное. Мы перевернем все. Получится вместо G на 7 минус G равно 12 на 1 минус G. Получится G на G минус 7 равно 12 на G минус 1. И вопрос, когда у этого уравнения бывают целые решения. Например, при каких же? Оказывается, что... Ну, собственно, это довольно простая задача на делимость. Нам нужно, чтобы вот это делилось на 12, правда? Но G на G минус 7, если вы запустите по всем остаткам деления от деления на 12, да? Когда каждый из них подставите и посмотрите, получается ли в результате делимость на 12, у вас останутся вот эти варианты 0, 3, 4 и 7. Остальные остатки просто не подходят. То есть если G не равно... Если G не дает остаток 0, 3, 4 или 7 от деления на 12, то G не предлагать. Такого многогранника существовать не будет, потому что справа будет не целое число. Но, в принципе, при вот этих всех справа получаются какие-то целые числа. Можно разделить на 12 и получить, собственно, формулу, что G равно 1 плюс вот это выражение, деленное на 12, в тех случаях, когда оно делится. Первый раз, следующий раз, первый раз после тетраидера и силайдера, многогранника силаши, когда эта штука разделится на 12, будет при G в точности равном 12. И раньше уже не будет. И даст вполне себе вариант, что G равно 1 плюс 12 на 12 минус 7, то есть на 5, делить на 12. Сколько это? 6 дыр. Иными словами, на свете не существует многогранников, у которых каждая грань граничит с каждой, которые бы надувались в фигуру с двумя, тремя, четырьмя и пятью дырами внутри. И может быть, существует многогранник, надувающийся вот в это произведение искусства. 6 дыр, 6 ручек, 6 этих самых. То есть, может быть, может быть, да, но может быть, нет, этого никто не знает. Это открытая математическая проблема человечества. Уже куча команд писали программы, они пишут код, там у них раз-раз сшилось, говорят, вот-вот-вот, все сшилось. Я говорю, как это сшилось? Ну, не я говорю, а кто проверял, говорит, у вас 1 миллионное расхождение, фигушки вам, ничего не сшилось, да? И вот сейчас как бы идет вот поиск там на епсилонах, борьба. Есть или нет такой многогранник? А ведь их на самом деле не один. Их 4 бесконечных серии. Для каждого выражения типа 12К плюс 0, 3, 4 или 7, для любого К, да, будет некий потенциально существующий многогранник этого типа. Существующий или несуществующий. Непонятно никаких других ограничений. Мы не знаем ничего про это. Наука про это ничего на сегодня сказать не может. Это открытые задачи для будущего человечества. Ну, а завершу я тем, что, в общем-то, гипотеза по Анкаре связана более-менее с теми же самыми вопросами, с некими инвариантами, только для трехмерных многообразий. Что такое трехмерное многообразие? Ну, вот здесь мы изучали вопрос, какие бывают поверхности. У них бывает разное количество дыр, они этим отличаются. И только, только футбольный мяч из всех таких поверхностей, только футбольный мяч обладает следующим свойством. Его нельзя, грубо говоря, поднять за веревочку, не приклеивая веревочку к нему. То есть, если вы возьмете веревочку и обмотаете футбольный мяч, но нельзя приклеивать, да? То он у вас, ну, свалится, да? Понятно, свалится. Но любую другую фигуру с любым количеством дыр можно легко подвесить за веревку. Вы завязываете ее вот сюда и вот сюда протягиваете. То есть, вы здесь не клеите ее. Вы взяли, все, оторвать вы ее не можете. Вот это свойство называется односвязность. Вот это свойство, что нельзя поднять, называется односвязность. А вот это неодносвязность. Есть формальное определение, но я не буду даже его приводить. В общем, суть в том, что можете или нет вы поднять за неприклеенную веревку данную поверхность. Так вот, Понкаре выдвинул гипотезу, что если мы говорим не о поверхности, а о трехмерном изогнутом пространстве, я так это назову, в науке это называется слово «многообразие», но мы с вами, на самом деле, нам достаточно просто понимать, что речь идет о пространстве обычном, в котором мы живем, но, возможно, оно сильно изогнуто где-то далеко, там, где мы не видим. Оно изогнуто, и там приклеены одни части к другим, но это сложно себе представить. Но это далеко, в триллионах километрах от нас находится. Так вот, если оно конечное по размеру, то есть укладывается в чем-то в одном большом-большом-большом-большом, если нет бесконечной дороги, ведущей от нас вдаль, нет объектов на бесконечно большом расстоянии, есть фиксированное какое-нибудь, там, не знаю, 10 сотых километров, такие, что из любой точки в любое в нашем пространстве можно попасть за это количество километров. Если оно конечного размера, и если в нем нельзя его, грубо говоря, из многомерного пространства за веревочку поднять, то есть нельзя полететь на ракете, оставляя за собой след, так, чтобы, вернувшись в исходную точку, этот след не получилось стянуть, вот так он куда-то бы упирался у вас. Если это с нашим пространством сделать нельзя, то тогда мы говорим, наше пространство односвязное. Мы не знаем, односвязное оно или нет. Ну, то есть я не знаю. Панкаре предположил, что если трехмерное изогнутое пространство является конечным и односвязным, ну, таким конечным по размеру, односвязным, везде одинаково устроенным, то оно на самом деле представляет собой после некоторых резиновых вот таких вот растяжений без склеек и разрезаний поверхность всего-навсего четырехмерного футбольного мяча. Ну, легко представить четырехмерный футбольный мяч, правильно? Двумерный футбольный мяч – это просто диск, который вы катаете вот так туда-сюда. Обычно трехмерный вот. Вот у двумерного мяча граница окружности, у трехмерного мяча граница сфера, а у четырехмерного мяча граница, ну, какое-то трехмерное изогнутое пространство. Ну, вот если свойства, которые я перечислил, верны про наш мир, то наш мир на самом деле граница четырехмерного футбольного мяча, и мы на нем живем. Вот. Эта гипотеза жила 100 лет. С 1900 по 2002 год. 102 года. И была докажена Григорием Перелиманом. Это единственная проблема Клея из семи оставленных величайших проблем института Клея. Величайший институт Клея опубликовал семь самых великих проблем математики современности. Проблем третьего тысячелетия. И первый из них решил Перелиман спустя два года. Остальные не решены до сих пор. На этом я и завершаю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...